Президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Игорем Рудени. Обсуждались вопросы социально-экономического развития Верхней Волжи, на которые огромное влияние окажется в том числе и открытие движения на северном обходе Твери по трассе М-11. В начале встречи Игорь Рудени выразил благодарность главе государства за поддержку важного для Тверской области инфраструктурного проекта. В ответ президент отметил, что он в курсе огромной вовлеченности правительства Верхней Волжи и губернатора лично в работу по строительству северного обхода вокруг столицы региона. Мороз сказал о том, что руководители регионов были включены в эту работу. Вы точно были включены в эту работу. Я знаю, постоянно об этом говорили. И вам тоже спасибо за ваше внимание к этому объекту. Это результат. Это будет большой, очень важный для Тверской области. Сегодня транспортный коридор, который сформирован. Это возможность на северо-восток области двигаться. Это порядка 300 километров от столицы до нашей верхней точки. Это город Весегонск. Это Рыбинское водохранилище. Это наш коридор на Ярославль, на Вологду, на Устюжную, на Архангельск. Это, конечно, вообще для экономики это огромное дело. Также важным направлением для развития, в том числе и небольших населенных пунктов, является газификация. Игорь Руденя отметил, что на природный газ будут переведены все социальные учреждения и большая часть предприятий, которые смогут повысить свою конкурентную способность. Среди других тем встречи летняя занятость подростков, а также развитие системы профессионального образования. Оба этих вопроса тесно увязаны друг с другом. У них есть промышленные предприятия, где они проходят практику, где их уже, так сказать, ждут, им показывают, какая работа. И очень интересная практика, которую мы здесь делали, это летнее трудоустройство, калликулярный период. По закону можно, так сказать, в 18 лет работать с ограничениями детям. И вот мы сделали программу вместе с федеральным правительством. Те, кто берет детей на работу на летний период, то мы им компенсируем зарплату, которую они им выплачивают. В ходе разговора обсудили ситуацию в области в целом. Президент отметил, что у нас практически по всем основным направлениям положительные показатели. Рост ВРП, промпроизводства, сельского хозяйства. Интенсивно развивается строительство. Губернатор сообщил, что из регионального бюджета выделяются средства для повышения уровня зарплаты медработникам. Ведется активная поддержка участников СВО. На прошлой неделе в Тверской области до 815 тысяч рублей был увеличен размер единовременной выплаты гражданам, заключившим военный контракт. В итоге военнослужащие из нашего региона с 10 июля получают единовременно более миллиона рублей. Среди крупных проектов, обозначенных Игорем Рудени, создание особой экономической зоны М-Маус. Также в регионе активно развиваются туристические проекты, растет производство компьютерной техники.